Россия не продолжает обстреливать Херсон, который освободили ВСУ. В результате российских обстрелов сегодня, 15 декабря, Херсон полностью обесточен. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в телеграм-канале. Цитирую, продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в корабельном районе города, написал чиновник, и он добавил, что энергетики начнут восстанавливать электросети при первой же возможности. Больше о ситуации в городе мы попросили рассказать Романа Головню, и вот советник городского главы Херсона присоединяется к нашему эфиру. Роман, спасибо, что нашли время и возможность связаться. Мы знаем, что это очень сложно сейчас сделать в вашем городе. Огромная вам благодарность. Скажите, пожалуйста, насколько сильно пострадала энергетическая инфраструктура города в этот раз? Как долго херсонцы могут остаться без света? Ну, по состоянию на 19.30 началось уже возобновление подачи электроэнергии в многих микрорайонах города. Вот оно продолжается. Я думаю, что ситуация уже будет лучше к тру, уже будет город возобновлено. До тех показателей подачи электроэнергии, которые были возобновлены после ухода оккупантов с города. Сегодня днем оккупанты обстреляли медицинский пункт и погибла женщина. Можно детально об этом, где, что и кто погиб? Известно имя и возраст погибшей. Парамедик, молодая парамедик погибла. И пожилой мужчина, который, видимо, пришел в этот пункт гуманитарной и медицинской помощи за помощью, он погиб. И молодая девушка-парамедик погибла на месте этого обстрела. Это очередной обстрел мирной инфраструктуры. К сожалению, люди, которые помогают сегодня городу и другим в этой ситуации, которые надают медицинскую помощь горожанам, тоже попадают под этот обстрел. Это, конечно же, в очередной раз подчеркивает то, что Российская Федерация нарушает все нормы международного права и введения правил войны. И сегодня этот прецедент, это еще раз этому, к сожалению, доказательство. Но враг не впервые подло обстреливает Херсон. И, к сожалению, херсонцы, это для них будет не первые сутки, которые они должны провести без электричества. Как много пунктов несокрушимости открыто? И хватает ли их мощностей для всех нуждающихся на сегодня? Да, сегодня около 20 пунктов таких открыто. Но дело в том, что, конечно же, этого недостаточно для большого города. Это первое. Второе. Открываются пункты параллельно не только в самих, скажем так, на улице. Это непосредственно уже места, которые защищены от обстрелов. Вот это дает возможность людям там находиться и во время обстрелов. Это одно из необходимых сегодня городу, в котором есть потребности и убежища, и непосредственно пункты несокрушимости, которые, еще раз повторюсь, находятся непосредственно в местах, которые не подвержены или защищают от обстрелов. Скажите, пожалуйста, какие районы Херсона более всего обстреливаются и как эвакуируются ли местные жители? Удается ли эвакуировать местных жителей? Знаем, что это сложно. Очень многие сами не хотят уезжать, особенно пожилые люди. Как с этим обстоят дела? Действительно, ряд микрорайонов города более интенсивно обстреливаются. Это, конечно же, прибережная зона, которая находится ближе к левому берегу и ближе к врагу. Она наиболее часто подвергается обстрелу. Это микрорайон Остров, который фактически постоянно под обстрелом, и там нет возможности полностью возобновить подачу всех жизненно необходимых коммунальных услуг, электричества, воды и канализации водоотвода. Там есть основная необходимость эвакуации. Это пригороды города с разных сторон. Они тоже поддаются постоянному фактически обстрелу с левого берега оккупантам. Много людей действительно и в том числе, или, наверное, прежде всего пожилого возраста, не хотят эвакуироваться. Много, конечно же, пользуются этой возможностью или сами находят какие-то возможности для того, чтобы покинуть город. Потому что в основном страдает жилье горожан, и прилеты приходятся в мирные кварталы, и как частные дома, так и высотки, многоквартирные дома. Ну а вообще вы можете охарактеризовать, насколько охотно жители города откликаются на призывы к эвакуации? Ну, снова же все зависит от ситуации. В тот дом, скажем, где уже фактически прилетело, там, конечно же, даже и другого выхода нет. И в основном те, кто сегодня остался в городе, остается в городе, это те люди, которые и пережили оккупацию, и, ну, планировали постоянно остаться уже, при том, как зашли наши войска непосредственно в город. И они хотят, конечно же, оставаться. Многие не могут и боятся покинуть город. И, ну, тяжело сказать, но я думаю, что это непросто сегодня как людям принимать решения, так и их непосредственно уговаривать к этой эвакуации. Все зависит, конечно же, от ситуации. Но хочу сказать, что очень много людей уже покинуло город, эвакуировалось, и с каждым днем обстрелы не утихают, и количество населения на улицах становится меньше. Ох, как бы ситуация не изменилась так, что жизнь в городе не стала совершенно невозможной. Я вот снова хочу вернуться к теме критической инфраструктуры, которую враг бомбит. В каком состоянии сейчас объекты энергетической инфраструктуры? Ну, понятно же, что есть какой-то лимит по их восстановлению. Да, и, ну, тут выходит такая же, такая ситуация, что фактически это, ну, некая такая уже, враг специально обстреливает инфраструктуру. Это первое. И второе, наши, ну, ремонтные бригады, они должны максимально быстро ее возобновить. И только они это делают, и снова происходит очередной обстрел. И в таких условиях, конечно же, сложно, ну, это делать, возобновлять эту инфраструктуру. И, насколько я знаю, что по некоторым микрорайонам принимается решение, ну, где тяжело возобновить, чтобы, ну, как-то законсервировать те или иные коммунальные услуги, которые под обстрелом невозможно возобновить их постоянную подачу и действие инфраструктуры критической в этих микрорайонах. Потому ситуация очень сложная, и она будет, конечно же, зависеть от военной обстановки. И если наши, когда наши силы, войска будут атаковать и отгонять подальше врага на левом берегу в сторону Российской Федерации, я думаю, что, я уверен в том, что обстрелов будет меньше. И когда мы видели подавляющий огонь по точкам, где есть скопление врага, обстрелы города были меньше. Понятно. Спасибо вам большое. Роман Головня, советник городского главы Херсона, был с нами на прямой связи. Спасибо, Роман, большое за то. Херсон, держитесь. Да, нашли возможность. Мы молимся за вас. Спасибо. Продолжаем.